С момента анонса экранизации Плутона прошло много лет, видос даже по манге, где, напоминаю об этом, перезалит был год три назад, а так, сколько шесть прошло. Так что приветствую на канале, это Тим и Плутон, ожидаемая живая классика, как и манга. Аниме к радости красивое, приятное, 3д вставки не то чтобы раздражают, все отлично, торнадо так и вовсе очень круто выглядит, редкий экшен, сцены великолепны. Я сказал отлично, ну да, депрессивно, меланхолично, печально, прежде всего. Плутон интерпретация Могучего Атома, а сам и Тедзуки, отца манги и аниме, в сравнении с которым имеет Заки Щегол, копирующий диснеевские мультики, от автора Монстра. Собственно, Плутон тоже такой тягучий, медленный, обволакивающий триллер, и в отличие от работы Тедзуки, здесь нет и намека на оптимизм. Как и Могуч Атом, бывшие рефлексии по поводу недавней Второй Мировой, это тоже глубоко антивоенная история, настолько, что у нас ее могут запретить. В этом мире разумные роботы и люди живут в гармонии, убийство недопустимо. Лишь 8 лет назад случилось так, что робот убил человека, и никто не может понять, как, зачем, почему. Все начинается с уничтожения одного из семи продвинутых роботов, Монблана, горячо любимого гида, на месте его убийства были обнаружены импровизированные рога, равно как и на месте убийства активиста, сражающегося за права роботов. Важной темой является, как ранее указано, война, рефлексия по ее поводу, переживания, воспоминания, шрамы. И война тут, как бы ее ни называли, иракская. Кто-то сказал, что в Персии есть роботы массового поражения, хотя комиссия членов которой, к слову, и убивает, не обнаружила следов, Америка, неважно, как ее тут называют, все же вторглась. За ней весь мир, диктатор пал, но сколько людей погибло. И хотя роботы не убивают человеков, с тебя подобных они вырезают тысячами. И когда в первом же эпизоде ветеран, приставлен к строптивому слепому композитору, говорит, что не хочет больше воевать, и старик вначале отталкивает его, а потом все же принимает. Они дружатся, и думаешь, ох, как мило, а потом вспоминаешь, какое это произведение, и ах. Да, итог существования большинства роботов был подведен Плутоном. Ох, как же все это тяжко. В хорошем смысле, тяжко. Помимо расследования, есть отдельный подсюжет про группировку, уступающую против машин, считающих, что их нужно очистить. И одного из представителей зовут Адольф, ну вы поняли. А ходят они в белых балахонах. Да, при всей изысканности большинства моментов, некоторые вещи поданы слишком очевидно и вот. Также есть истории жизни каждого из роботов, проникновенные, очень такие трогающие за душу. Вот один из продвинутых роботов, Гладиатор, очень любит свою семью, у него дети, и ты понимаешь, что бедняжке осталось 3 дня до пенсии. Есть еще отдельный сюжет, такая про Атома и его сестру Уран. На первый взгляд дети, продвинутые роботы. Уран так и вовсе особенная, воспринимающая чужие страдания, очень эмпатичная. Куда сильнее, чем люди. Помогает он случайному безумному роботу Забулдыги, который оказывается, к слову, Плутоном. На самом деле, этот якобы угрожающий, пугающий, могущественный робот, сильнейший из всех, символ смерти. Цветочник. Да, он просто решил превратить свою песчаную страну в цветочный рай. И в конце, в каком-то смысле, ему удается заставить расцвести цветок на всем мире. Это так красиво, так символично. И Плутон не более, чем марионетка в чужой большой игре. Но образ оружия разрушения, который хочет озеленить мир, конечно, очень сильный. А тот, кто стоит за ним, а тот, кто стоит в стороне и наблюдает за всем этим, а сюжетная линия, связанная с каждым из продвинутых роботов. А еще периодически появляется этот робот-убийца. То, как использовали Гизихта, ибо... Не, ну мы много денег вложили в этого офицера Европола, так что... Сюжет сложный, комплексный, однако ж понятный. Не буду прямо рассказывать все от и до, ибо придется пересказывать полностью. Но ПТСР, размышления на тему сосуществования синтетиков и органиков, шрамы войны и ненависть, не способная ничего создавать. Лишь разрушать. Это верхушка айсберга. Концовка вроде бы обнадеживающая, а на самом деле депрессухая, ибо времена изменились, и хотя конец света не наступил, есть зловещая сила. Конечно, там вот последние кадры непонятные, но вряд ли эта сила была уничтожена. И самое поганое, что ненависть, по сути своей, невозможно остановить. Да в каком-то отдельном конкретном случае круг удается разорвать, но глобально наш мир горит. И достаточно не то, чтобы поднести спичку, а просто указать пальцем на любых чужих, или даже своих. Так, да всякий. Шедевр. 100% лучший аниме года, и в принципе, как манга, в мой топ-10 вполне войдет. Разве что слишком, ну, затянуто. Хотя всего 8 эпизодов, по общей продолжительности, это стандартный, старый, полный сезон на 24 серии, а манга из 65 глав, и читается задний присест. Аниме однозначно рекомендую. Проникновенно. Как модно говорить, стекла пожуете. Скорее всего, даже в каждом эпизоде. От души. Это то, что пропускать нельзя в принципе, и то, что, увы, никак не захайпится, пройдет мимо, спустя годы попадет в подборки недооцененных шедевров, ибо, о боже мой, сороковая концовка, атаки титанов и миллиард сионов и зикаев вышли. Ух ты, ух ты. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал Boosty, спасибо за внимание, и пока.